Такие лодки являются особенностью этого озера. Они называются Плетна и перевозят как паломников, так и туристов. Их форма не менялась более ста лет. Делают их из стволов лиственницы, которая прочнее, чем сосна. В ход идут только те деревья, высота которых больше ста метров. Весла изготавливают из специальных деревьев, растущих на болотах, что делает их более гибкими. Такими веслами легче грести. Каждый гребец изготавливает свою лодку сам. Это старая традиция Бледа. Нашего гребца зовут Роби. Он здесь один из самых молодых. Тем не менее, я надеюсь, что он доставит нас на остров в целости и сохранности. В окрестностях озера пять деревень. Одна из них называется Млино. Когда-то эта деревня была беднейшей. И потому получила привилегию владеть этими лодками. Эта привилегия сохранилась до сих пор. Славянцы также используют эти лодки по праздникам. Например, чтобы совершить свадебный обряд в маленькой церкви Вознесения. По традиции, жених должен пронести свою будущую жену на руках во длинной лестнице, ведущей к алтарю. КОНЕЦ 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 Млетт – это квинтэссенция романтизма. Это природная жемчужина Центральной Европы. КОНЕЦ КОНЕЦ Теперь наш путь лежит в соседнюю Австрию, в город Зальцбург, известный своими музыкальными и культурными традициями. Но и архитектура в стиле барокко также составляет славу этого чудесного города. КОНЕЦ 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 построить восхитительный город, ставший одним из величайших в Европе и одним из замечательных примеров стиля барокко в архитектуре. КОНЕЦ Пьер Шихтл, специалист по истории Зальцбурга, рассказывает нам об этом интереснейшем городе. Мы находимся в сердце старого Зальцбурга. До 16 века он был маленьким средневековым городком, грязным, темным, сырым и беспокойным. В начале 17 века князь-архиепископ Вольф Дитрих вернулся из долгого путешествия по Италии, ведь часть своего детства он провел в Риме. Оттуда он привез итальянских архитекторов Скамотти и Сантино Салари. Они снесли средневековые дома, разрушили узкие тесные улочки, убрали кладбище. Город заполнился просторными площадями, украшенными прекрасными фонтанами, и его стали называть Альпийским Римом. Важнейшей достопримечательностью Зальцбурга и шедевром архитектурного барокко является резиденция или дворец архиепископа, расположенный в центре старого города. Там вплоть до 19 века и жил архиепископ. Дворец связан с собором-переходами. Специальные коридоры соединяют его также с францисканской церковью и с церковью бенедиктинцев, находящейся в районе Святого Петра. Многочисленные галереи, теперь уже разрушенные, связывали резиденцию и с другими зданиями, образуя в центре города настоящую цитадель, которую часто сравнивают с Ватиканом. Пьер ведет нас секретными переходами, которыми пользовались лишь архиепископ и привилегированные граждане. Мы отворяем двери, которые обычно закрыты для публики, и попадаем в прекрасные коридоры. Вы слышите эту мелодию? Каждая колонна здесь имеет свой звук. Мы открываем эту дверь и оказываемся в так называемом коридоре потопа. Он был построен еще при архиепископе Вольфе Дитрихе и тогда же украшен прекрасной живописью, посвященной жизни и деяниям Ноя. Этим картинам уже больше 400 лет. А через эту дверь мы попадаем во францисканскую церковь или по-другому церковь резиденции. Это здание очень интересно, так как в нем смешались четыре различных стиля. Исходным стилем был романские, охнаготические. Такие колонны характерны для возрождения, а в декоре алтаря представлены барокко и рококо. Слева от органа в этой церкви вы видите маленький домик, построенный в 1606 году. Он называется домиком Дитриха. На самом деле это был настоящий реальный дом, находившийся внутри церкви и используемый возлюбленный Вольфа Дитриха, которую звали Соломея Альт. Итак, после того, как мы проникли во францисканскую церковь, воспользуемся другим коридором, чтобы попасть в собор. Вот он, проход, ведущий из резиденции в собор. Его украшает изящная лепнина, а также виды различных районов города. Площадь резиденции, квартал аристократии, еще один чудесный вид площади перед собором, откуда просматривается квартал бенедиктинцев. Из окна архиепископ мог видеть торговый квартал, и таким образом, можно сказать, что он в некотором смысле контролировал город. Если бы купцы начали восстание, а они, конечно, были недовольны своими большими тратами на роскошное убранство церквей в те времена, когда многим не хватало денег даже на еду, архиепископ смог бы увидеть из этих окон соответствующие приготовления и заранее принять необходимые меры. Вот мы и на месте, внутри собора, и теперь можем проследовать в церковь святого Петра. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наша экскурсия завершается в Бенедиктинской церкви святого Петра, где искусство барокко предстает во всем своем великолепии, достигая своего апогея в стиле рококо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Автор сценария, режиссер и оператор Паскаль Крампон. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...